Данное видео — это запись одного из выступлений с нашего фестиваля CG Space, который мы организовывали в 2019 году. Вопросы на эту тему задавали практически под каждым видео, и сегодня мы решили рассказать о ней поподробнее. Обязательно чекните информацию про набор на курс продвижения социальных сетей для художников по второй ссылке в описании. А вам приятного просмотра! Итак, тема, которая сегодня была заявлена, — это тема эмоций. Эмоциональная составляющая человека определяет, наверное, характер его существования. Из-за чего вы эмоционально реагируете так или так на ситуацию, это связано с вашими родителями, и так, чтобы было совсем легко. Вы — белок. Белок самостоятельный. И этот белок сложился определенным образом, генетически совпали какие-то молекулы, и поэтому вы реагируете в зависимости от ситуации на происходящее событие, потому что у вас есть вот эта вот система реагирования. То есть кто-то подошел к вам, погладил вас по плечу, этот человек вам приятен, у вас выработался определенный белок, вам стало хорошо, зрачки расширились, человек увидел, что у вас расширились зрачки, ему стало приятно, у него тоже зрачки расширились, возник эффект привлекательности, белковая структура такая, если хотите. Но это все зачастую связано не просто с белком, чтобы так научно не звучало, а мы с вами визуалы, по большей своей части визуалы, и нас интересует внешнее изменение мышц, тут тоже белков, внешнее изменение мышц, которые приводят к изменению кожной поверхности, и поэтому есть некий образ удивления, или образ радости, образ гнева, который выражается на нашем лице. Что это, ну или какие мышцы это делают? У нас есть несколько мышц, они очень простые, это мышцы, которые двигают кость относительно кости, это очень простые мышцы, поэтому они прикрепляются к одной косточке и к другой косточке, отсюда и возникают некие названия, которые в каждой мышце говорят о том месте, от которого они прикрепились. Но есть мышцы, которые находятся у нас с вами на лице, и относятся они к разряду мимических мышц, и смысл заключается в том, что они не двигают кость относительно кости, Они двигают кожу относительно кости. Это вообще самый ненужный процесс, потому что если каким-то образом… Вот у меня есть знакомый один, у него есть родовая травма, у него не работают мышцы на лице. Ни одна мышца не работает, они атрофированы, это просто череп, обтянутый кожей. Когда он шутит, особенно приятно, потому что никакой эмоции нет, а при этом словесно, очень весело. Это очень необычно и очень смешно. Когда же вы испытываете какую-то эмоцию, то мимическая мышца, она не контролируется вами и, соответственно, она изменяется в зависимости от вашего состояния. Если вы сейчас, например, расстроены тем, что я говорю, на вашем лице будет написано вот это презрение такое легкое ко мне, потому что, блин, он говорит все время не о том. Или, например, наоборот, вы очень довольны тем, что происходит, и ваши брови будут приподняты чуть вверх, и вы будете сидеть и говорить, что-то интересное сейчас еще произойдет, я открою мир у себя чуть побольше, и приподнимите брови вверх. Вот из-за процесса изменения вашего настроения меняются эти мышцы. Я все жду, когда картинка появится, да, и поэтому я… Да-да-да. И поэтому возникает очень интересный процесс, который регулирует, собственно говоря, не вас, а регулирует окружающих людей. То есть это лицо, которое есть у вас, вам не нужно. Оно нужно окружающим людям. И поэтому, когда вы вдруг поворачиваетесь лицом к кому-то, то все, обычно родители говорят, смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю, что ты убрал лицо. Вы пытаетесь спрятать, он такой, смотри мне в лицо. Вот это нужно для того, чтобы вы понимали, что происходит сейчас в этот момент. И поэтому мы все, когда разговариваем, ну вот я сейчас разговариваю, ваши лица повернуты на меня, знаете, да. Если я буду идти разговаривать с вами вот так, вы говорите, черт, что-то не то происходит. Вам нужно мое лицо, да. И, соответственно, мне нужны ваши лица. Вот это нормальный процесс. Поэтому мимические мышцы – это не ваши мышцы, это мышцы для других людей. И поэтому мы точно понимаем, что с вами происходит по тому, какое у вас лицо сейчас на данный момент. Сразу могу сказать, что это очень простой процесс, мы сейчас его обсудим, когда появится картинка, но есть одна маленькая ошибка на вашем лице. Иногда, когда вы испытываете определенную эмоцию, срабатывают не те мышцы. И в момент, когда вы захотите улыбнуться, или вам кажется, что вы очень веселый человек, в этот момент вы изобразите какое-нибудь уродливое выражение на лице, и поэтому все испугаются. И дальше скажут, пожалуйста, больше не смейся, ладно, нам было сейчас страшно. Поэтому есть так называемые эмблемы, которые срабатывают неправильно. В момент, когда происходит определенная эмоция, ваше лицо выражает совсем другую эмоцию. И поэтому зачастую с самого детства вы привыкли, что общество отторгает вас. В момент, когда вы что-то делаете и пытались коммуницировать, то ваше лицо создало неправильную эмблему, и поэтому вы стали интровертом, знаете, таким, который изначально считает, что вся планета меня не понимает. Буду сидеть за компьютером, знаете, и делать картинки. Вот. В какой-то момент вы пострадали, но может быть не из-за лица, конечно, из-за чего вы ушли вот в такой момент коммуницирования с миром. Не бегаете где-то на поле, не стоите на площади, понимаете, да, а сидите где-то глубоко, далеко за компьютером, осознаете себя как бы вот таким закрытым человеком. Да. Для того, чтобы запустить картинку здесь, мне 30 секунд, чтобы запустить камеру. А, легко. Если вы еще рассказываете, просто, да, мне секунды запустить камеру. Сейчас будет неловкий, 30 секунд тишины, спокойно. 30 секунд тишины. 29. Мы можем посвятить ее чему угодно. 30 секунд анекдоту? А у вас есть анекдот? А, я... Вопрос, да? Знаете, как интересно все? Дело в том, что смеялся, это он голосовыми связками по-прежнему. То есть, они же там внутри находятся, вот здесь. Кадык работает, это не мимические мышцы. Кадык передвигает от шиловидного отростка, мускул, который сюда привязан. И поэтому вы в любом случае будете смеяться. Ага-га-га-га-га. Да, никакого. У него нет выражения лица. Он не мог закрыть глаза, он не мог закрыть рот, он не мог поднять губы. Для того, чтобы ему нужно было кушать, ему нужно было запрокидывать голову вверх, чтобы вода не выливалась. И для того, чтобы смачивать глаза, чтобы слезы, чтобы глаза не сохли, он закатывал глаза вверх, а не ресницами это делал, как делаете вы. Прекрасно. А, когда вы говорите, у вас речевой аппарат связан с языком, и вы меняете поверхность щечными мышцами, а они... Ура! Ха! Вот. Да. Щечными мышцами вы регулируете, поэтому вы можете, например, запрокидывать... Есть люди, которые чревовещатели, они губами не двигают, но при этом речь всегда идет хорошая и вполне узнаваема. То есть можете не двигать губами. Поэтому все тоже получится. У него тоже все получалось. Если интересно, вы его можете найти. Он достаточно взрослый человек. Вот. И может быть, он даже с вами покоммуницирует какое-то время. Вот. Сейчас же интернет, легко найти этого человека. Знаете, да? Где этот человек? Он сразу появится. У нас есть бумага. Я могу даже уже начать что-то рассказывать. Давайте перманентно буду двигаться. Я буду говорить о чем-то вам знакомом и добавлять что-то новое, допустим, что не было, может быть, где-то в интернете. Хотя там, наверное, уже все есть. Итак, мне нужно нарисовать человека вначале в профиль, и поэтому я сделаю такую штуку, связанную с лицом. Вы же умеете рисовать человеческие лица. Здесь не нужно рассказывать, что есть три основные пропорции, которые собирают эти величины, и мы все одинаковые. У нас есть расстояние от подбородка до носа, от носа до брови, от брови до начала из корневолоса. Три одинаковых расстояния. Поэтому, когда вы рисуете всех людей на планете, и все, кто вот здесь сидите, имеют эти равные расстояния. То есть у вас расстояние от подбородка до носа, от носа до брови, от брови до начала из корневолоса, одинаковое расстояние. То же самое расстояние у вас есть от края брови до края брови, если в фаз стоите. Это же расстояние будет от брови до уха, соответственно, здесь. Это же будет высота уха, поэтому, когда вы рисуете высоту уха и это расстояние, то это все равные величины, и у вас тогда получается идеально красивый рисунок, если вы точно эти пропорции выстраиваете. Мимические мышцы. Как они работают? Смотрите, если взять глаз, то от уголка глаза, опускаясь сюда вниз, вот по такой линии идет большая жевательная мышца, большой жевательный мускул, вот здесь. Он не относится к разряду мимических, потому что передвигает челюсть, но его характер формы создает вот это направление, которое очень важно для нас в момент, когда мы рисуем, потому что оно определяет боковую поверхность лица и принадлежит височной поверхности. Поэтому она на самом деле активно работает в момент, когда вы расстроены. Например, если заставить женщины изначально умнее мужчин. Расслабьтесь по этому поводу. Нет, и женщины тоже расслабьтесь по этому поводу. Ну то есть речь была такая, что мужчины такие напряглись. Нет, мы не напряглись, мы на самом деле знаем это давно, поэтому мы давно не напрягаемся. Но как? Нет. Мы иногда думаем, что это не так, да, но там, в общем, не важно. Итак, когда женщина говорит что-то, то все слова принадлежат ей. И мы, собственно говоря, ее слушаем. На самом деле это не правда болтливые мужчины. Женщина на самом деле умеет нас слушать. И поэтому если вы будете ехать где-то в метро, вы увидите пару мужчин и женщину, которые недавно знакомы, то она обычно будет стоять и так красиво молчать, а он будет триндеть не о том, знаете, да. Он будет рассказывать про то, как там меняется поршневая или суппорт какой-то куда. И она так будет смотреть на него, знаете, да-да-да, очень важно, да. Втягивающая реле, вот, и она такая, да, очень интересная тема. А он как бы, ну, он у меня такой умный, говорит она. Знаете, да, она же не будет говорить ему о чем-то свое. Ну, в общем, не важно. В общем, мы болтливые. Так вот, в момент, когда женщины нас ругают, мы доведены до состояния активности, которое приводит нас к определенному гневу. Так вот, мужчина сдерживает гнев и не переходит в атаку до тех пор, пока у него закрыт рот. Как только мужчина открывает рот, в этот момент он атакует и начинает драться. То же самое происходит с женщинами. Поэтому гнев выражается, и сдержанный гнев до начала атаки выражается в напряжении вот этой поверхности, вот здесь. И поэтому, когда человек начинает сжимать челюсть, и у него вот здесь желлаки начинают ходить в этой поверхности, это говорит, что гнев готов открыться. И поэтому любой человек спорит с другим до момента, пока вот этот жевательный мускул не начал шевелиться вот в этой части, вот здесь. Это ее закон. Следующие мышцы, которые у нас есть на этой поверхности, и нам тоже очень нужны, это так называемые скуловые мышцы. Они находятся вот здесь. Это большой сколовый мускул, малый сколовый мускул. Эти две мышцы прикрепляются к круглой мышце рта. Эта круглая мышца рта полностью обхватывает поверхность губы. У него есть разделение, постоянная кожная складка. Вы знаете, что губы – это постоянная кожная складка, покрытая слизистой оболочкой. Поэтому поцелуй – это прикосновение двух постоянных кожных складок, покрытая слизистой оболочкой, если хотите, немножко романтично. Так получается. Два человека соединили свои сухие поверхности, потому что это сухая оболочка, потому что там есть еще и мокрая слизистая оболочка. Но это уже французский тип – соединение постоянных кожных складок, покрытая слизистой оболочкой, если хотите. Всегда, когда вы смотрите на эту сухую оболочку, вот здесь и здесь находящуюся, то вы знаете, что она будет длиться ровно до зуба. Если по какой-то причине поменять направление зуба, и он будет касаться сухой оболочки, то есть вы попали, например, в зубную технику, и он поменял вам зубы, потому что ваши пришли в негодность, вам поставили пластиковые зубы, тогда произойдет примерно следующее. Раньше ваши зубы, например, были вот такими, и ваши губы, которые повторяли эту поверхность здесь и здесь сухой оболочкой, не касались зуба. Он берет и меняет угол наклона зуба, например, вот сюда, и зуб начинает касаться сухой оболочки. В этот момент, если вы, например, женщина, то вы покрасили сухую оболочку губной помадой, и на верхних зубах теперь всегда будет оставаться губная помада. Что бы вы ни делали, вы обречены всегда. Видели в метро, например, пожилых женщин, у которых на верхней губе, когда они улыбаются, почему-то помада, и вы так думаете, и испачкалась. Она всегда будет пачкаться, это будет просто неизбежно. В реальной жизни это невозможно, но когда зубной техник не учел эту проблему и сделал наклон зуба, как он считает, лучше, он изменил эту структуру, и вы обречены теперь навсегда либо не пользоваться губной помадой, либо всегда ходить с покрашенными зубами губной помадой. То есть это такой приятный момент может быть. Сейчас будет небольшая минутка продажности, и после этого продолжим. Концепт-арт шагает по планете ровным строем. Он применяется абсолютно везде. В играх, кино, мультфильмах и так далее. Если тебе не нравится рыться в бесконечных просторах интернета, в которых нет четкого ответа на вопрос, что делать, чтобы улучшить уровень рисования, то присмотрись к курсу Концепт-арт от школы XYZ. Цель курса — научить тебя основам традиционной живописи и научить, как с нуля придумывать и рисовать концепты для игр и кино. На курсе преподает Иван Растригин, который разрабатывал концепты для Mass Effect Andromeda, Star Wars Old Republic и War Robots. На курсе тебя научат строить композицию, анатомически правильно мягкие и жесткие силуэты, уверенно рисовать цифровым карандашом, ручкой и гуашью, работать с цветом и светотенью, собирать и анализировать референсы, создавать 3D-наброски и фотобаши, а также придумывать и рисовать концепты предметов, персонажей и транспорта. По итогу курса ты нарисуешь натюрморт, выразительную иконку и 3 больших концепта — игрового объекта, персонажа и транспорта. Студенты XYZ работают в Spirosoft, Saber Interactive, Ubisoft и многие другие студии. Попробуй и ты. Записывайся на курс по ссылке в описании. Приятного тебе обучения! Огромное спасибо, если рекламу не перемотал или не перемотала. Продолжаем. Это прелесть сухих оболочек, которые находятся здесь. Так вот, когда скуловые мышцы прикрепились к этой круглой штуковине, которую мы называем круглой мышцей рта, она оттягивает ее вверх. По сути, эти мышцы занимаются тем, что позволяют рту стать шире. Это нужно для бутерброда. То есть, когда вы засовываете бутерброд внутрь, нужно, чтобы сухая оболочка растянулась очень широко. Тогда гамбургер влазит или бигмак влазит. Для этого нужна еще одна мышца, которая называется мышца улыбки. Она идет от этого же угла и тянется вот сюда, в нижнюю сторону, к углу. Поэтому многие люди, кто улыбаются только при помощи мышцы улыбки, улыбаются уголками вниз. Видели таких людей, знаете, у которых бывает такая улыбка, когда они растягивают губу уголочками не вверх, вот сюда, а уголочками вниз. И такая улыбка, знаете, как будто бы… Ну, как бы человек все знает. Обычно отличники в школе обычно так улыбаются, знаете, такие… Вот эта вот улыбочка такая характерная для отличника. Не, не все отличники такие, боже упаси, конечно же, нет. Но многие всезнайки улыбаются такой вот сдержанной улыбкой уголками вовнутрь. Вы говорите, я не всезнайка, я всегда так улыбалась, просто я сдержанная, я сдержанная и умная. Ну, бывают такие уголки вниз, которые уходят. Так вот, это как раз мышца улыбки работает. Здесь она честна с вами, она именно ей пользуется. Но если вы подключаете скуловые мышцы, то тогда приподнимается угол вверх рта, и вы пользуете все три мышцы вот здесь, и тогда у вас поднимается щечка. В этом смысл улыбки. Когда вы улыбаетесь, вы улыбаетесь не ртом, вы улыбаетесь вашими скулами. И если вы хотите нарисовать улыбающегося человека… Ага, видно, хорошо, так приятно. Надо это все время делать. Так вот, когда вы пытаетесь нарисовать улыбающегося человека, вы начинаете не со рта, знаете, да, потому что рот здесь последнее, что делает, потому что его можно удержать. Вот, вы начинаете при помощи двух шишечек вот здесь, потому что скуловые мышцы, которые сработали сюда и сработали сюда, подняли эти бугорки, и пока вы не поднимете вот так щечки, улыбки не будет. Поэтому если вы просто рисуете улыбку вот так и оставляете просто прямые глаза, то будет очень странная улыбка, ненастоящая. Нам нужны вот эти щечки вот здесь. Тогда человек улыбается. Это и делают скуловые мышцы, которые поднимают эти шишечки наверх. Отсюда появляется самая простая и самая, ну, наверное, неинтересная из эмоций, которая называется радость. Ну, потому что, ну, радость и радость, как бы, да? Человек радуется часто. Ну, вы часто радуетесь. Ну, как вот, ну, вот сколько раз в минуту вы радуетесь примерно? Вы говорите, я в минуту не радуюсь. Я и в день-то не радуюсь. Я радуюсь один раз, когда зарплату получаю, да? Ну, что-нибудь в этом духе. Или радуюсь. Итак, у человека есть несколько радостей, которые проявляются в виде витальных удовольствий. Вито от слова «жизнь» — это витальные удовольствия, очень простые. Это поесть, поспать и в туалет сходить. Эти радости проявляются у человека в момент, когда он выходит из туалета, когда он выходит из ресторана и когда он просыпается, знаете, да? Ну, то есть он такой, как бы, счастливый человек. Вот в этот момент его лицо максимально довольное. Но он этого не замечает, потому что в момент, когда он проснулся, он расстроился из-за того, что проснулся, расстроился из-за того, что все закончилось, ну, или когда вышел и расстроился, что, ну, как бы, и это закончилось. Это так называемые витальные удовольствия. Они очень примитивные, очень приятные, очень сложные, не всегда сопровождаются улыбкой, но радость приносит. Есть радость более сложного характера, которая появляется у нас с вами. Эта радость может быть совмещена с болью. Это так называемый катарсис. Вы смотрите фильм, например, вам было неприятно, там кто-то погиб, но вам стало хорошо. Знаете, да, вот это вот состояние. Это событие, которое проявляется так называемой сложной эмоцией, и тогда к примитивной радости, к радости обычной улыбки, примешивается, например, боль или страдание. Она обычно находится в районе лба, вот здесь, вот в этой верхней части, и отвечает за нее мышца, которая называется лобная мышца. Находится она вот на этой поверхности. Лобная мышца столь хороша, что, прикрепившись к брови вот здесь, дальше она прикрепляется только на затылочной кости, вот здесь, в районе выйной линии. И поэтому, когда вы приподнимаете брови вверх, вы используете мышцу, которая прикрепилась на затылке. Из-за этого весь апоневротический шлем, который находится вот здесь, это плоское сухожилие, называется скальп. Можно вот здесь ножичком вот так подрезать, подрезать и сдернуть его. Он подвижен, вы можете взять его, подергать, он шевелится. Вот здесь, это очень уникальная штуковина. Я спросил у врачей, говорю, если отрезать и снять, а потом человек выживет, он говорит, формально без вот этой штуки выживет. Но не выживет, потому что инфекция сюда попадет, и скорее всего он умрет. Но если не попадет инфекция, то по идее выживет. То есть если скальп снять, то он выживет, но по идее да, но не выживет. И тут как бы они скажут, в любом случае умрет, поэтому скальп снимать нельзя. Но можно на время, пока они там делают какую-то операцию, они на время могут вот здесь отрезать сзади на затылке, вот так вот стянуть это все на лицо, сделать все, что нужно, можно потом обратно натянуть, и вы будете дальше жить. То есть вот этот уникальный процесс, который присутствует к вопросу о передвижении этих мягких тканей. Высота толщины этого кожного покрова здесь всегда 6 миллиметров. Это высота 6 миллиметров. Она не толстеет, потому что здесь жира не бывает. Вот здесь жир образуется только на нижней поверхности, вот здесь на затылке, поэтому человек, когда жирнеет, он жирнеет вот здесь, жирнеет вот здесь, но никогда не жирнеет в верхней части. Нет таких, знаете, жирных лбов, таких, знаете, или жирный череп, такие теменные жирные бугры, знаете, вы так приходите, смотри, у меня здесь сколько жира, липосакция, да, ну вот нет, этого не происходит. Поэтому вот эта часть всегда остается нежирная, вот здесь. Если вы используете этот мускул, то вы поднимаете брови вверх, и тогда появляется эффект удивления. Эффект удивления связан с тем, что брови, поднимающиеся вверх, относительно лица, дают сильно приподнятые брови относительно глаз, и тогда, ой, надо круглые нарисовать, вот так, вот, и тогда, когда вы удивлены, например, с точки зрения испуга, то удивление достаточно быстро даст складочки на поверхность лба, и испуг откроет рот. Но если испуг откроет рот вот так, то вы удивлены, потому что происходит что-то очень хорошее. Поэтому удивление автоматически бывает приятным и бывает неприятным. И вот этот момент при поднимании бровей связан также с задаванием вопроса. То есть, например, поднимаете брови вверх, вы можете задать вопрос, например, да, вы подняли брови. Или, например, вы поднимаете брови для того, чтобы сказать, что вы не согласны. Например, я говорю, что там, не знаю, у жирафа нет голосовых связок. Вы такие, это был вопрос. То есть при поднимании бровей может быть вопросительное, может быть как удивление, и за счет этого вы можете очень легко управлять другими людьми. Оказывается, все люди готовы контактировать с вами ровно в тот момент, когда вы поднимаете брови вверх. Если вы брови не подняли, это значит, что с вами разговаривать нельзя. Вы закрыты в этот момент. Закрыли брови, опустили вниз, вообще не подходи. Если бы я читал лекции вот так и говорил бы, я очень рад вас видеть, вы бы, скорее всего, думали, что я тут издеваюсь над вами. Но когда я говорю, я очень рад вас видеть, вы сразу верите в это больше. Поэтому если вдруг на улице к вам подходят и с вами все время знакомятся, это значит, что вы носите вот такие брови все время. Почему они все время спрашивают у меня дорогу, говорите вы? Да? Они все время, я пришла в ночной клуб, и они все ко мне подходят. Опустите брови, перестанут подходить. Пока брови держите вверх, они все думают, что вы доступны в этот момент. То есть открыты к беседе. Именно в этот момент мужчины и создают две складки на поверхности лба. Если они вот такие постоянные и непрерывные на этой поверхности, это складки бабника. Вы открываете брови и поднимаете их все время вверх только с одной мыслью, как бы настроенной на противоположный пол. Если вы видите мужчины без отсутствующих других складок, скорее всего при встрече с вами он слегка приподнимет брови и скажет, девушка, или ничего не скажет, просто… Ну то есть у него возник уже этот процесс, он ничего с этим поделать не может. Это связано от одного химического вещества, который внутри вас появляется, он присутствует, он воздействует на вашу белковую массу, и вы становитесь невероятно полигамны. Если этого белка будет чуть-чуть меньше, который воздействует на рецепторы, которые реагируют на это состояние, то, скорее всего, вы будете моногамны. Поэтому там легко это химическое вещество внутри вас регулировать, и тогда вы будете либо верным супругом, либо наоборот очень любвеобильным человеком. То есть эти складки регулируются тоже при помощи химического вещества, как ни странно. Но лучше не регулировать, а получать удовольствие от того, что… Ну неважно, там другой вопрос. Итак, если же по какой-то причине вы поднимаете одну бровь, а вторую не поднимаете, это говорит о неискренности ваших действий. То есть когда человек искренен, у него работают две половины лица одновременно. Если вы поднимаете одну половину, это говорит о том, что часть вы утаиваете, а часть вы выдаёте. Отсюда неискренность ваших действий. Когда вы говорите вот так, это значит, что вы задумали что-то плохое. Когда вы говорите вот так, вы искренны, и поэтому это приятный бабник, который две брови поднимает. В общем, как ни странно, это плюс будет для него. Если же он подошел и поднял одну бровь, это значит, что он что-то утаил, и поэтому вы на всякий случай говорите, когда вторую поднимешь бровь, тогда поговорим. Вот этот момент взаимодействия. Это лобный мускул. Иногда так бывает, что часть, половина лобного мускула просто атрофирована, и вы не способны поднять вторую бровь. И поэтому вы обречены вечно быть неприличным человеком, потому что ваше удивление или ваше внимание к другому человеку всегда будет немножко неприличного характера. Может также быть нервный тик, то есть у вас может срабатывать эта бровь, когда вы заволновались, и поэтому ваша супруга или ваша жена будет считать, что вы неприличный человек и все время строите глазки всем женщинам, а у вас просто нервный тик, вы волнуетесь, и поэтому у вас брови подергиваются. В Японии при поднимании бровей считается неприличным предложением, поэтому самурай истинно рубил испанцу голову, потому что когда испанец протягивал ему руку и поднимал брови, как считается в Европе нормальным, здравствуйте, то в Японии это неприличное предложение, и самурай рубил, он говорил, что он мне предложил только что. Приподнимать брови в Японии будьте осторожны, если кто-то уже там был и приподнимал брови. Теперь то, что опускает брови вниз. Опускает брови вниз, опускает брови вниз, круглый мускул глаза, он находится вот здесь, вот в этой части. По сути своей, круглая мышца, которая обхватывает полностью глаз, нужна нам только для того, чтобы моргать, по идее. Но она опускает бровь вниз, противодействует, является антагонистом для лобного мускула, и поэтому это мускул печали. Если вы опускаете брови вниз, это значит, что жизнь ваша тяжелая. То есть вам нужно спрятать брови, и в этот момент возникает самое интересное. Есть люди, которые считают, что жизнь их очень печальная и очень плохая, и тогда вы увидите, что такие люди по планете ходят, по планете ходят с такими бровями, знаете, вот так, из-под которых такие печальные глаза. Вот там находятся. «Моя жизнь очень тяжелая», — говорит он. «Чем ниже брови опустились, тем тяжелее жизнь. Чем выше брови подняты, тем лучше жизнь». И говорят, дурак, очень умный. И тот и другой обладают одинаковым интеллектом, просто реакции на события, которые происходят разные. Один говорит, «Все плохо». Да, другой говорит, «Все плохо». Когда вот этот говорит «Все плохо», ему никто не верит. Когда вот этот брови опустил, к нему сразу подходишь, «Плохо?» — он говорит, «Плохо». Но даже задавать вопрос не нужно. Поэтому, когда вы приняли такое решение, что у вас все плохо и вот так вот все очень тяжело, ну, наверное, так и будет, знаете, да? Только не улыбайтесь в такой ситуации, да? Потому что, когда у вас все плохо, и вы еще так улыбаетесь, да? Совсем напугали всех окружающих. Если вам плохо, будьте плохим до конца, ну, то есть как бы до упора. Как бы отдайтесь этому настроению. Черт, все равно весело получается. Улыбку не спрятать никогда. Так вот, вот это сморщивание, которое здесь происходит, иногда происходит при помощи маленького мускула, который находится вот здесь внизу, вот здесь. Этот мускул, который опускает брови вниз. Он дает вот такие две складки. Это называются складки размышления. Если человек сделал эти складки размышления, то такое ощущение, что у него какой-то интеллектуальный процесс внутри происходит. На самом деле он вспоминает, закрыл он дверь или нет, там утюг выключил или нет, и вспоминает, он вообще сегодня носок надел или нет. Ну, то есть вот это вот состояние, которое в метро бывает утром у людей. Если вы ездите в 8 утра в метро, вы заметили, что почти все такие, знаете. Черт, что происходит, куда вообще я еду? Вот этот вот вопрос, зачем я это делаю? Ну, то есть это все время вопрос к себе. Нет вопроса такого. Ребята, мы куда едем в 8 утра, знаете, да? Такие лица редко встречаются. Поэтому, когда вы увидели вот это сморщивание, это великая интеллектуальная деятельность, говорит о логике мышления, и если у вас две эти линии вот здесь присутствуют, вы, скорее всего, мыслите логично. Если у вас всего лишь одна такая складка, а второй нет, скорее всего, вы художник или человек творческий, потому что у вас нестандартное решение проблемы. Если этот говорит, есть проблема, надо ее так решить, этот человек говорит, есть проблема, но давайте сегодня сделаем вот это. Он говорит, почему? Не знаю, говорит он, что-то мне подсказало, что нужно поступить иначе. Вот это нестандартное решение всегда связано с односторонней складкой относительно поверхности лба. Вы не всегда станете художником, вы так увидели. О, все, творческая личность. Нет. У вас может также быть просто отсутствие функции подвижности второй половины, и поэтому вы просто родились с дефектом лицевых мышц. То есть всегда есть много выходов из ситуации, всегда нет однозначного решения. Но как только вы сморщили брови, есть еще одна ситуация, которая заставляет вас чувствовать боль всего мира. Это мускул боли, он находится вот здесь в верхней части, вот здесь, и он подтягивает бровь вверх. Поэтому, когда вы поднимаете уголочки брови вот сюда вверх, то получается, что даже при улыбке вы можете страдать. И вот это состояние, когда появляются вот такие складочки на поверхности лба, и вы вроде бы такой веселый, но вот с такими бровями, то все говорят, ой, иди ты куда подальше со своими бровями. И поэтому, когда вы стоите и сочувствуете, сопереживаете всем бровки домиком, то все сразу изначально будут относиться к какому человеку. Либо вам больно, либо вам плохо, либо вы сразу тряпка. Ну, потому что, здравствуйте, я очень рад вас видеть. И все такие говорят, что у тебя с бровями? Говорите, я очень рад. Видимо, у вас все плохо, я вижу у вас вот тут какое-то лицо напряженное. Он говорит, иди ты в жопу. Вот это вот состояние. Поэтому будьте осторожны с таким выражением лица. Оно лучше всего подходит при общении с женщинами, если вы мужчина, потому что женщины очень любят сопереживать, когда у вас все так плохо. Колин Фаррелл, знаете, есть такой актер, у него вот такие брови все время. Он главный любовник вообще в Голливуде, потому что он такой чувственный. Поэтому женщины реагируют больше всего не на вас, но на турнирного самца. Знаете, есть такие турнирные самцы, у которых такие брови. И он такой подходит, такой, я классный мужик, обратите внимание. А рядом стоит такой партнерский, знаете, с такими бровками. И как бы говорит, он такой говорит, он такой клевый, говорит он. И она такая сразу на него смотрит. Он сопереживает, он чувствует, он будет чувствовать меня. Этот сразу просто скажет, я клевый. А этот скажет, ты клевая такая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И сразу к нему больше внимания. Понимаете, да? То есть есть определенная функция, которая заставляет нас быть более привлекательными, несмотря на то, что это слабость. Вот эта слабость, которая выражается в районе брови, делает нас, как ни странно, привлекательным при условии, ну, как бы, кого вы ищете. Да, чтобы было понятно, есть два типа существования в природе людей. Есть турнирные, назовем это так, это когда самец очень крупный, а самка очень маленькая. Ну, это олень какой-нибудь, например, да? Вот. То эти люди, они обычно очень агрессивные. И надо понимать, что эта агрессия, это залог их существования. Поэтому, когда два турнирных мужчины встречаются, видели в метро, например, двухметрового турнирного самца, какого-нибудь качка такого, знаете, да? И такой уже турнирный гигантский дядь, когда они встречаются, они такие бычатся сразу начинают. В этот момент, знаете, те, которые партнерские, это те мужчины, которые больше похожи на женщин, знаете, такие, он не сильно выделяется, и в природе тоже там тяжело отличить их друг от друга. Вот. Но при этом, как бы, они такие, знаете, че это они? Вот. То есть вот те вторые партнерские, они обычно не агрессивные. Из-за этого их часто обзывают, ты там тряпка, ты там ведешь себя плохо, почему ты не отстаиваешь мою честь? Он говорит, зачем? Ты же и так сильная, мы же знаем, чем все кончится. Эти сейчас двое подерутся, да? Потом я все равно буду встречаться с тобой, потому что они как бы пойдут пить пиво, им до тебя дела же нет, они же друг с другом сражались, как бы. Вот. Но, а мы с тобой, в общем-то, вот это очень важный момент, когда вы выбираете какого-то человека, надо понимать, что турнирные больше думают о себе, а партнерские думают больше о партнере. Это, ну, тоже один из факторов, если вы анимируете что-то или там делаете, у вас есть психологическая какая-то картинка, вы хотите создать правильный образ, то очень часто, когда вы смотрите Марвел, там, какие-то фильмы, то как бы не очень верятся в то, что какого-то этого супергероя может любить какая-то женщина. Нет, она может его любить, но очень короткий промежуток времени, потому что он скоро погибнет. Но он же агрессивный, и, соответственно, эта агрессия приведет к тому, что он напорится на более сильного, и тот его, конечно, они все померли, помните, да? Это же классно. Ну, то есть как бы все турнирное заканчивается всегда одним и тем же способом. Поэтому если создать сразу такого более слабого, человек-паук выжил, по-моему, да? Ну, то есть как бы он не такой турнирный, он там классный парень. Ну, то есть есть определенные условия, которые заставляют даже внутри этих ситуаций существовать. Вот, поэтому наше лицо, это основа как бы выживания получилось, да? Вот, с точки зрения агрессии и так далее. Если мы берем теперь структуру, которая находится внутри носа. Вот здесь на поверхности носа у нас находится с вами носовой мускул, вот здесь. Эта носовая мышца прикрепляется вот здесь и тянет кожу вот в этом направлении сюда. Когда она подтягивает кожу, она делает здесь складочки, и тогда мы получаем такие забавные складочки, которые идут вот такими стрелочками вот здесь. Раз, два и три. Вы таким забавным способом морщите носик. То есть вы можете, например, носик относительно слезнячка вот так сморщить вот здесь. Вот эти морщинки, которые здесь называются, появляются. Эти морщинки относятся к разряду чувственности и получили название мускул чувственности или мускул страсти. В момент, когда вы испытываете максимальное эмоциональное напряжение, у вас обязательно сморщится носик. Вот это движение вы сделаете. Ну, для нас это сигнал, что все хорошо прошло. Для вас как бы это сигнал, как бы искреннего удовольствия. Поэтому, если человек ходит постоянно на системе истинного эмоционального напряжения, знаете, есть такие люди, которые входят в аудиторию и только вошли и уже говорят, я такую штуку видела, знаете, да? Есть человек, который входит, не морща носик, просто входит, я такую штуку сейчас видел, знаете, да? Вы понимаете, что произошло примерно одно и то же событие, просто эмоциональный накал у одного человека выше или ниже, и это эмблемитирует именно складочки. Поэтому, если здесь, например, появились вот эти складочки, это говорит об истинности эмоционального напряжения. Если это не происходит, это скорее такая более спокойная штука. Вот спокойная, а вот, видите, напряжение сразу возникло эмоциональное. Оно всегда будет возникать, когда сморщивается нос. Поэтому носовая мышца – это мускул чувственности или мускул страсти, если хотите. Там есть еще мускул, который находится рядом с ноздрёй, вот здесь, на поверхности ноздри. Этот мускул заставляет ноздрю шевелиться. Есть немногие люди, которые способны это сделать. И поэтому, если вы вдруг поднимаете ноздри и можете их растопырить, то вам открывается так называемый мир героя. Герой находится именно в ноздрях, как ни странно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok